Виктора Краснова Одной из первых находок стали фрагменты фюзеляжа самолета. Затем откопали двигатель и останки пилота. Его личность пока не установлена, но уже есть пару зацепок. Вместе с документами на самолет среди личных вещей летчика в нагрудном кармане гимнастерки была найдена телеграмма, адресованная Черкасскому Ивану Михайловичу. В ней сообщается, что Клава тяжело больна и мужчину просят срочно приехать домой. Телеграмма получена 17 июля 1942 года. Документы и останки изъял Следственный комитет и вскоре их отправят на экспертизу. В настоящее время следственным отделом по городу Новакуйбыш проводится доследственная проверка. В ходе доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, а также давности установления смерти пилота. Предварительно трагедия с найденным Ил-2 случилась в декабре 1942 года. Этим же годом отмечен и найденный на месте крушения пропуск на Самарский завод «Прогресс», где самолет был изготовлен. На летчика указывает только один документ – это пропуск на завод под номером 370, на котором неплохо относительно сохранилась фотография. Тут задача сейчас лабораторных анализов, экспертиз – подтвердить различными методами. Установить имя и вернуть это имя летчика-пилота – это, наверное, самая главная задача. Среди документов, найденных на месте крушения самолета, есть и летное задание, в котором говорится, что Ил-2 следовал от Безымянкина аэродром «Кряж», где как раз сформировалась эскадрилья для отправки на фронт. Но это еще предстоит уточнять. Одно можно сказать совершенно точно – самолет и двигатель были изготовлены в 1942 году в Самаре. И с момента выпуска машина пролетела считанные километры. Об этом говорит хорошее состояние металла. Несмотря на то, что двигатель весь в глине, на нем практически нет коррозии. В земле самолет пролежал больше 70 лет. Сейчас его обрабатывают специальным маслом и запаковывают в пленку для консервации. А на месте продолжает работать поисковый отряд «Сокол». По словам специалистов, это первая подобная находка в Самарской области, куда в ноябре 1942 года из Воронежа был эвакуирован завод номер 18. В Самаре на нем изготовили более 25 тысяч Ил-2. Штурмовик еще называли «летающий танк». Именно такой с 1975 по 2015 год стоял на постаменте в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова